Кандурайси спрашивает, что вы думаете о Юрии Фельдшинском? Из его постов складывается ощущение, что он просто сошёл с ума, ну в неправо, на почве ненависти к Трампу. Это уже не грантеедство, на грантеедство это не похоже. Но он поддерживает, это его позиция, ну давайте разрешать людям высказывать их мнение. Мы же сторонники демократии, готовы с вами умереть, Гондурайси, за право людей высказывать своё мнение. Давайте Юрию Фельдшинскому, я его почему-то Игорем называю, даже мы с ним общаемся иногда. Юрий он, Юрий Фельдшинский. Может быть был какой-то Игорь. Давайте позволим ему быть, ну ненавидеть Трампа. Ну ненавидит он там. Есть женщины, которые любили Харви Вайнштейна, просто любили без всякого переносного смысла. Любили сексуально. А потом начали ненавидеть за то же самое. Вот, за то, что любили. И он помогал им делать карьеру. Ну, позиция такая. Имеет право, Юрий. Нам очень, понимаете как, это же очень полезно. Вот разнообразие мнений. А пусть будет такая точка зрения. Пусть её кто-то защищает. И это полезно, между прочим, для самого Дональда Трампа. Который, безусловно, как предприниматель не воспринимал наших с вами общих врагов, там того же Путина, как своих личных врагов. Говорил, ну, рож парень. Попробуем с ним договориться. Ким Чен Ын, он не называл какими-то там отвратительными словами. Не использовал терминологию, которую используют против него его враги. Там, враги Соединённых Штатов. Иранские аэтолы. Пусть будет эта позиция. Она интересна. Вот вы её, анализируя её, вы делаете какие-то интересные выводы. Вот. Ненависть. Немотивированная ненависть к Трампу. А может быть, мотивированная. Давайте анализировать. Это... Мы с вами живём в условиях такого исследовательского процесса. Мы с вами исследуем эту жизнь, как она устроена. И любые свидетели, свидетельства нам в этом помогают. Даже те, которые не соответствуют действительности. Всё полезно. Субтитры создавал DimaTorzok